Здравствуй, дорогой друг! Вот там, справа, позади меня, стоит виновник сегодняшнего видео. Правильно, сегодня я буду делать стеллаж в стиле лофт. Каркас моего стеллажа будет из профильной трубы 40х20. Сначала я хотел сделать двухметрового монстра, но немного подумав, решил, что 1,65 это именно то, что мне нужно. Перед всеми основными работами я решил сделать заглушки. Тут отлично подошел кусок 40-й пластины, приложил, прихватил, отрезал, приварил, зачистил. Перед тем, как прихватывать конструкцию, проверяю все углы на 90 градусов. Когда верх прихвачен, ту же операцию проделываю внизу. Не та палка. В нижней части я использую профиль 20х20, потому что по задумке дверки нижнего отделения стеллажа должны быть в одной плоскости со стойками стеллажа, но при этом закрывать нижнюю металлическую часть, на которой, собственно, этот стеллаж с дверками и установлен. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Варить я решил в максимально неудобном положении. И в этом нет, на самом деле, какого-то скрытого смысла. Просто я, видимо, садомазохист, и варить в комфортных условиях для меня недостаточно сурово. И поскольку охренеть от собственной гибкости в первый раз мне показалось недостаточным, с другой стороны, я проделываю такую же неудобную процедуру. В результате получается вот такая лицевая часть. Ну, или задняя часть, как вам больше нравится. Дальше, как вводится, все проваривается и зачищается. Чтобы обе половинки совпадали между собой, на уже готовую часть я выкладываю еще несваренный профиль. Фиксирую их струбцинами и прихватываю. Теперь, если образец был кривой, они хотя бы будут кривыми в одинаковом объеме. Когда вторая часть готова, можно нарезать части, которые их будут между собой соединять. Два штука профиля 40х20 и много пластин 25 мм в количестве 8 штук. Оба профиля и две пластины я прихватываю к одной из частей каркаса. После чего у них случится любовь, и они будут вместе навсегда. Штука очень большая, максимально неудобная. К тому же на полу у меня, как всегда, порядок, что, естественно, не ускоряет процесс. Немножко помогаю себе струбциной и уже прихватываю все это дело. Сейчас у меня последняя возможность все хорошенько измерить, чтобы потом не испытывать боль, когда ее всю косую кривую придется распиливать и переваривать. Берем оставшиеся пластины, они будут держать полки. Приварить их нужно в одной плоскости с внутренней частью стоек. После проверяю все размеры уже в последний раз и все обвариваю. В верхней части каркаса остались отверстия. Их я завариваю все той же сороковой пластиной внахлест. То есть они будут выпуклыми. Это элемент вкусовщины, и мне такой вид просто нравится больше. Все это зачищаю там, где еще не успел, и прохожу корт щеткой перед покраской. Крашу, как обычно, баллончиком, поэтому останавливаться на этом сильно не буду. Если вам интересен этот процесс, можно посмотреть пример вот в этом видео. Ссылка сейчас появится в правом верхнем углу. И это ни разу не шутка. Так получилось, что действительно прошло полгода, и сентябрь сменился февралем. Все деревянные части стеллажа будут из моей любимой фанеры. Причем из моей любимой, самой дешманской и ужасно выглядящей фанеры. Это нужно для того, чтобы не издеваться над качественным хорошим материалом, доводя его состояние до необходимой консистенции, которая будет соответствовать дизайнерской мысли и моим личным предпочтениям. А сразу берем дрова, которые почти готовы. Размер полок которых будет 2 штуки. Метр на 38 сантиметров. Размер же нижнего ящика. Метр на 36 сантиметров. Остальные 2 сантиметра доберутся толщиной дверок. Поподробнее о нижнем ящике. Я долго думал, из чего сделать верхушку. Руки сильно чесались прикрутить, конечно, слэп, который у меня лежал без дела уже год. Выглядит это очень даже, но по общей стилистике всего помещения как-то не в кассу. Стоял, думал, ломался, решил положить обычный мебельный щит. Ну, нормально, но тоже не очень. Старое, доброе, вечное. Значит, буду использовать фанеру. Настало время мастер-класса по превращению фанеры 4.4 в чистенький, гладенький, красивенький кусок дерева. Для поставленной задачи понадобится банка шпаклевки, пластиковый шпатель и много времени и нервов. Почему не взять сразу хорошую фанеру, наверняка спросите вы. Внешний вид, друзья. Поскольку тут у меня лютый лофт, хотя мне вот удобнее называть этот стиль не лофтом, а каким-то индустриальным, от всех материалов должно веять временем, или даже, я бы сказал, стариной. Поэтому 4 на 4 своими изъянами сюда подходит как нельзя лучше. А тактильные ощущения исправляются как раз с теми инструментами, о которых я уже упомянул. Это уже скорее больше о дизайне, чем о какой-то практичности. Для начала нужно замазать все имеющиеся дефекты шпаклевкой, и в некоторых местах это определенно будет не один слой. Когда шпаклевка полностью высохнет, можно приступать к шлифовке. На этом этапе я шлифую 120 номером, чтобы убрать лишние шпаклю и выровнять плоскость. В некоторых местах остаются вот такие вот пятна. Их можно убрать шлифовкой, но я их оставляю как атмосферный элемент. Вот такой фрезой я делаю небольшую кромку по всему периметру. Мелочь, а приятно. Переходим к покрытию. Покрываю маслом цвет орех для мебели, что важно. Это недорогое масло, потому что оно тут, можно сказать, для атмосферы, и далее будет почти полностью сошлифовываться. Использовать хорошее масло в конкретном данном случае, наверное, не имеет смысла. Ну, я его точно не вижу. Полученный цвет после всех этих операций, а я напомню, что это шпаклевка, потом шлифовка, потом покрытие маслом, и потом снова шпаклевка, я называю белесый орех. Визуально это действительно выглядит как возрастное, восстановленное, отреставрированное дерево. Собираю нижний ящик. Для этого фиксирую стенки ящика вот такими уголками. Цена вопроса такого уголка поход в кино в будний день на утренний сеанс, а помогают они очень здорово. Крепить стенки буду саморезами с заглушкой из 8-мм шкантов. Тут хватило бы и просто клея, потому что ящик находится в жестком металлическом каркасе. Но мне, кроме всего прочего, нравится, как это в итоге выглядит, поэтому использую такой способ. После высыхания клея шканты нужно спилить и зашлифовать поверхность. Заднюю стенку ящика я делаю по шведским канонам из листа ДВП и прибиваю ее гвоздиками, как завещал нам дедушка Икея. Дверки. Тут я решил немного заморочиться. Во-первых, они будут асимметричны, но из-за рисунка этого не будет видно. Собственно, именно из-за рисунка, чтобы он получился и выглядел так, как будет выглядеть, дверки должны быть разной ширины. Все линии, которые и формируют этот рисунок, я делаю с помощью циркулярной пилы, вмонтированной в стол. Эти линии будут также подчеркивать и разделять более светлые и более темные оттенки масла на разных частях дверок. Чтобы открывать дверки в верхней части в центре, я сделаю отверстие, а с помощью вот такой фрезы убираю с обеих дверек лишнюю толщину материала, чтобы хват был удобнее. В пластинах делаю отверстия под болты, которые будут держать полки. Я искал что-то подходящее по стилю и остановился вот на таких винтах или болтах. Такие применяют в каких-то сантехнических делах. Немного пульнул на них черной краской и теперь надо, наверное, ответить на вопрос, который терзает многих наверняка уже пару минут. Почему не уголки? Положил и забыл. Не надо этих танцев с бубном, дырками, болтами и так далее. Ответ простой. Я не знаю. Сейчас на улице март. А начиналось все это действие еще в сентябре. Наверняка у меня были какие-то на то веские причины, о которых за прошедшие полгода я благополучно успел забыть. Наверное, тут есть какая-то эстетическая составляющая, но это не точно. Если порыться в, назовем это, мои закрома несостоявшихся проектов, можно найти достаточно интересные и полезные вещи, как, например, вот эти ящики, которые, кстати, тоже были сделаны для стеллажа в предыдущей версии. Вообще-то, та версия стеллажа дальше этих ящиков так и не двинулась. Поэтому буду внедрять их тут. Эта конструкция, как я ее называю, блуждающие полки. То есть у них нет определенного местоположения, и оно может меняться в зависимости от расположения вещей на полках в данный момент времени. Их можно перемещать не только вправо-влево, но и вообще переместить на другой этаж. Поскольку эти полки закрыты с пяти сторон, туда можно убрать какие-то более ценные вещи и тем самым уменьшить вероятность их падений на пол. В моем случае это, например, камера. Поскольку эти ящики готовились для другого проекта, они не совсем подходят по цвету. Хотя мне и нравится, что они создают контраст и выделяются на фоне всей конструкции. В качестве компромисса я решил убрать цвет, который, так скажем, лежит на поверхности. А там, где масло впиталось глубоко, оставить дерево темным и насыщенным. Чтобы убрать сильно белесые участки, наношу поверх то же масло, которым покрывал деревянные части стеллажа. Я хотел видеть в них заднюю стенку, но не хотел, чтобы она была глухой. Так пропадал весь воздух, поэтому в ДВП я сделал круглоотверстие. Это и отпадение назад сохранит, и визуально намного облегчит ящик. Чтобы попытаться выдержать стиль до конца, мелкозернистый наждачка, в моем случае это 600 номер, снимаю немного краски со шляпок болтов и в целом бегло прохожусь по металлическому каркасу, придавая ему слегка пошарпанный вид. Все это, конечно же, опция и вкусовщина, но я люблю, когда вещь визуально как будто имеет в себе уже какую-то историю. И вот, что в итоге у меня получилось. А если ты хочешь увидеть, что же интересного я сделаю, вот на это пустующее место, обязательно подпишись на канал и прожми колокольчик, чтобы быть в курсе.